Приветствую в Аверсклубе. Сегодня видео на необычную для канала тему. Деньги, которые были в ходу на территории нацистских лагерей для военнопленных. Она толкнула меня на эту тему книга, которая есть в легальном свободном доступе в сети. Называется «Доходяга. Воспоминания бывшего пехотинца и военнопленного». Написал ее Юрий Апель, которого перебросили на фронт в 1943 году. В 1943 же году он попал в плен, а позже оказался, цитата автора, в огромном международном рабочем лагере военнопленных под тогдашним Кёнигсбергом. По сути, книга – это автобиографичный рассказ об отрезке жизни от призыва до освобождения из плена. Читая книгу, в какой-то момент я понял, что передо мной, пусть и краткое, но описание экономической жизни нацистского лагеря, упоминание о лагерных деньгах и даже курс этих денег тогдашней немецкой марки. Мне стало интересно, что это за деньги, как выглядят, сколько стоят, насколько редки, как их тогда можно было заработать и что на них можно было купить. В итоге, мой интерес вылился вот в это видео. Тема непростая и не на 5 минут. Аверсклуб в эфире. Вы со мной? Итак, шталаг от немецкого «штаммлага». Это общее название системы лагерей, которые были в подчинении у армии, у вооруженных сил фашистской Германии, не у СС, как концентрационные лагеря. В шталагах содержались в основном военнопленные нижних чинов и рядовые. Большинство шталагов выполняли несколько функций, но видео не об этом. Для советского военнопленного попасть в такой лагерь означало, что тебя обязательно отправят выполнять тяжелую, грязную работу. В плане медицины и кормления такой лагерь был немного лучше концентрационных лагерей, но это не значит, что пленные не погибали от изнуряющей работы, голода, холода, эпидемий или показательных казней. И это не означало, что пленного не могли перевезти в концентрационный лагерь. Автор книги рассказывает, что попал в шталаг 1А, располагавшийся примерно в 30 километрах на юг от современного Калининграда. Вот здесь, недалеко от Багратионовска. Почти на границе с Польшей. Сейчас на этом месте, по сути, ничего нет. Поле, лес. Лагерь располагался, видимо, примерно так. Похоже, центральная улица лагеря сейчас это просто проселочная дорога. И в книге есть точный номер барака, в котором содержали Юрия Апеля. Барак 14, блока С5. Блоки С5 и С6 – это были блоки для русских военнопленных. Вообще, если будете читать книгу, читайте ее с картой. Это сильно добавит наглядности повествованию. Дальше. Что такое вообще лагерные деньги? Лагерные деньги – это денежные знаки, которые не имеют хождения за пределами лагеря, со всеми вытекающими последствиями. У пленного у него нет никаких материальных ценностей. Он целиком зависит от лагеря. Соответственно, даже если у него есть какое-то количество лагерных денег, за забором он не может ничего на них купить. И в случае побега заключенного легко опознать по этим деньгам. Также, с помощью этих денег пленного можно ограбить еще раз. Напрямую, например, просто отобрать деньги при обыске. Или опосредованно, просто понизив их курс относительно реальных денег. А также такое формальное платежное средство было нужно для соблюдения международных соглашений. По ним военнопленным солдатам выплачивалась плата за их работу. А офицерам, освобожденным от работы, полагались фиксированные суммы. Но сами понимаете, на пленных из бывшего СССР международные соглашения и Женевская конвенция, по мнению нацистов, не распространялись. В Польше купил вот такое приложение к историческому журналу «Говорят века», известный в Польше журнал. Приложение конкретно посвящено афлагам и шталагам. Вернее, полякам, которые в них содержались. Так вот здесь я встретил фразу, что военнопленным запрещалось иметь деньги. Видимо, имеются в виду настоящие деньги, которые ходили в Германии. А также было запрещено иметь гражданскую одежду. И то, и другое, очевидно, чтобы было сложнее совершить побег. Ранее фото шталага 1А было тоже из этого приложения. Но вернемся к книге. На площади между бараками и туалетом во второй половине дня собирался базар, на котором властвовал натуральный обмен. Но в то же время шла и прямая купля-продажа на немецкие рейхсмарки и специальные Kriegsgefangengeld. Последние шли по курсу 10 пленных марок за одну рейхсмарку. Kriegsgefangengeld выглядели вот так. И с большой долей вероятности Юрий Апель пишет именно о них. Обратите внимание, что демонстрация фашистских символов в этом видео не является пропагандой нацизма и носит лишь справочный исторический контекст. Но если вы решите репостнуть это видео, я призываю вас быть осторожными и ознакомиться с требованиями законодательства той страны, где вы находитесь. К сожалению, у автора книги нет точного описания денежных знаков и даже непонятно, монеты или банкноты имелись в виду. Почему я решил, что Юрий Апель имел в виду именно их? Два ключевых момента. Если просто искать по названию из книги Kriegsgefangengeld, вы ничего не найдете. Непосредственно такой купюры, монеты, жетона, нотгельта мне найти не удалось. Предположу, что слово Kriegsgefangengeld является искаженным немецким словом. Именно поэтому оно взято автором в кавычки. Насколько я понимаю, для правильности нужно написать как минимум Kriegsgefangenengeld. Вот тогда получаются деньги военнопленных. И автор, сам немец по происхождению, вряд ли этого не знал. Kriegsgefangenengeld – достаточно распространенное понятие, обозначающее лагерные монеты или банкноты еще со времен Первой мировой войны. Ну а теперь читаем первую строчку. Kriegsgefangenengeld – военнопленные. Лагерь, думаю, переводить не надо. Гельт – деньги. Не сложно представить, что Kriegsgefangenengeld превратились в Kriegsgefangenengeld в повседневном лексиконе заключенных, не знавших и ненавидящих немецкий язык. И второй момент в пользу моего выбора. Именно такие деньги использовались во флагах и шталагах, то есть системе лагерей вермахта. Если кто-то найдет нечто больше подходящее на роль Kriegsgefangenengeld из книги, буду рад выслушать вашу версию. Вы видите две рейхсмарки. Разумеется, были другие номиналы. Такие деньги появились осенью 1939 года, сразу после начала Второй мировой. Здесь много мест, куда можно направить увеличительное стекло. Для начала, пожалуй, закончим с переводом. С первой строчкой мы уже справились. Цифры – очевидно серийный номер купюры. Далее – ваучер, номиналом две рейхсмарки. Дальше примерно так. Эти деньги являются платежным средством для военнопленных и могут быть использованы только в лагерях военнопленных или в рабочих командах, или в иных специальных местах. О чем мы уже говорили. За пределами лагеря воспользоваться этими купюрами не получилось бы. Обмен этих денег на законные средства оплаты может осуществляться только в кассе управления лагерем. Подлоги, порча и подделка будут наказываться. Начальник Верховного командования вермахта. От имени и подпись. Я очень старался перевести недословно, но логически верно. И в переводе мне помогала одна моя хорошая знакомая, которая занимается переводами с немецкого языка. Если вам нужны услуги переводчика, оставлю ссылку на ее профиль во ВКонтакте в описании. А также спасибо Владимиру с Самарского форума за помощь. Вернемся к подписи. Подписывал эти деньги совсем не чиновник из Министерства финансов. На подавляющем большинстве известных купюр стоит автограф Германа Рейнике. Бессмертного руководителя службы по делам военнопленных вермахта в течение всей Второй мировой войны. Кстати, я так и не понял, как человек, явно замешанный просто в массовых военных преступлениях, вышел на свободу в 1954 году, спустя всего 9 лет после окончания войны. Немного про подделку. Думаю, что в условиях лагеря подделать эти деньги технически было экстремально трудной задачей, особенно если обратить внимание на то, что у купюр был свой водяной знак. Встретил утверждение, что на рейс Фенигах водяного знака не было, но подтверждающего изображения не нашел. Если кто-то в курсе, отпишитесь, пожалуйста, в комментарии. Красный треугольник по немецкой системе Винкелей на одежде заключенных считается как раз перевернутым. И в общепринятом лагерном обозначении указывал на пленного. Видимо, поэтому на купюре мы его и видим. Орел, смотрящий на свое правое крыло, к тому моменту уже был официальным имперским гербом Третьего рейха. Тут особенно добавить нечего. Повторюсь, деньги эти были выпущены еще в 1939 году после нападения на Польшу. Сами купюры никак не датированы, и конечно же не факт, что позже их не допечатывали, тем более, что конкретно у этой купюры в две рейхсмарки существует минимум два разновида. Цвет бумаги разный. Покажу вам, какие номиналы были в этом выпуске. Три номинала рейхсфенигов 1, 10 и 50. И четыре номинала рейхсмарок 1, 2, 5 и 10 рейхсмарок. По-моему, даже по этому модельному ряду очевидно, что нападением на Польшу фашистская Германия не собиралась ограничиваться. Вермахт готовился к большой войне и к большому количеству пленных. Вторая сторона купюр чистая. Коллекционеры могут найти такие деньги в интернете, и я купил эту купюру за 50 злотых вместе с доставкой. Качество ее вы видите сами. Что меня удивило, когда я первый раз взял ее в руки, ее размер. Она в длину меньше 10 сантиметров. А вообще, самая маленькая купюрка в один рейхсфеник была в длину всего 75 миллиметров, а самая большая в 10 рейхсмарок – 120 миллиметров. Но это все равно небольшая по размеру купюра. Редко, но на обороте попадаются печати и отметки конкретных лагерей. Такая отметка резко увеличивает стоимость купюры. Собрал несколько таких изображений. А также в каталогах встречается разновид с другой подписью и нумерацией купюры. Пару слов о шрифтах. Чтобы перевести текст, мне пришлось набрать его на клавиатуре, и это оказалось не совсем простой задачей. Но чтобы вы понимали, вот вам несколько букв, которые вызвали у меня, мягко говоря, затруднения. Вообще, изменение шрифта, написания, стиля текста в Германии – это такой национальный вид спорта, модный по сей день. Ну а если серьезно, то гитлеровцы использовали разновидность готического шрифта, называемого «фрактура», задолго до того, как пришли к власти. Разумеется, появился он до фашистов, они лишь немного его усовременили. Подразумевалось, что такой шрифт на агитационных листовках, плакатах, открытках покажет серьезность, глубину, традиции, но на деле он оказался неудобным по целому ряду причин. В Википедии написано, что к 1941 году от фрактуры отказались в пользу более простой разновидности латиницы. Так что эти купюры можно рассматривать и как документы, целиком набранные фрактурой. Покажу еще карточку заключенного шталага 1А. Тут, конечно же, шрифты не главные, хотя они тоже обращают на себя внимание. И уже глаз на ходе знакомые слова. А здесь стоят отметки о смерти военнопленного. Умерший. Покойный. Итак, как можно было заработать такие деньги в нацистском лагере военнопленных? Очень скоро выяснилось, что в блоке среди военнопленных существовало явное имущественное неравенство. Кроме лагерных придурков, то есть лиц, официально выполнявших обязанности помощников, блокфюрера, имелись так называемые шакалы и шоколята. Шакалы занимались мелким промыслом. Из всевозможных кусочков пластмасса, плексиглаза и цветных металлов они мастерили мудштуки, трубки, портсигары, шкатулочки и даже ножички с наборными ручками. Сбыт готовой продукции ушел по двум путям. Первый – в Бельгию, Голландию, Францию и Польшу. То есть в соседние же бараки, в которых жили бельгийцы, голландцы, французы или поляки. Второй – за лагерный забор. И в первом и во втором пути, как посредники, получавшие большие комиссионные, участвовали некоторые вахманы из охраны лагеря. Плата из-за границы шла в виде продуктов питания – хлеба, консервов, масла и прочее. А из-за забора шли рейхсмарки. Шоколята – это, как правило, молодые доходяги, которые за очень небольшую плату продуктами сторожили богатство шакалов. Когда те гуляли, ходили по нужде или занимались вопросами приобретения сырья из быта продукции. Были в русском блоке еще так называемые пикировщики. Эти ребята, которые разными способами прорывались в европейскую часть лагеря, кормились там и даже приносили кое-какую еду с собой в блок. Рядом с каждой печкой, имеется в виду во французском блоке, стояли мусорные ящики – основное место промысла начинающих пикировщиков. Бывало и нередко, что европейцы давали пикировщикам работу. Чаще всего это была стирка белья. За работу они платили щедро и хорошими продуктами. За границу, как называют авторы иностранные блоки, кормили лучше. И кроме того, заключенные из Западной Европы получали посылки от Красного Креста с едой, теплыми вещами, предметами для гигиены. Отношение иностранцев к доходягам-пикировщикам было разное. Кто-то помогал, жалел, кто-то ненавидел, кто-то был равнодушен. Вот такие, как бы сейчас сказали, бизнес-схемы получения различной материальной выгоды в лагере Шталак-1А приводит автор книги. Также он рассказывает, что было, если охрана обнаруживала русского за границей. Цитировать не буду, почитайте в книге сами. С заработком разобрались. Теперь как можно было потратить деньги или на что можно было выменить еду, сигареты или какие-то другие вещи, добытые за границей. Цитат оттуда же, из книги. Объектами купли-продажи и обмена были предметы обмундирования, хлеб, баланда, вареная картошка, табак. Еще одно фото из польского приложения к журналу. И еще. Хорошие продукты питания и деньги давали возможность шакалам жить в лагере безбедно и откупаться от отправки в транспортный блок. В этот блок переводили тех, кто должен был быть в ближайшие дни отправлен в какую-либо рабочую команду за территорией лагеря. Ну то есть шакалы по сути давали взятки лагерной охране или попросту были им материально полезны. Как я уже говорил, в книге приводится курс этих военно-пленных денег, а именно 10 таких рейхсмарок за одну рейхсмарку Третьего Рейха. Впрочем, начальник лагеря или начальник финансовой службы лагеря мог регулировать курс этих денег в свою пользу. Думаю, что детального описания лагерных денежных знаков у автора книги нет, потому что получение этих самых денег не было его целью. Думать приходилось совсем о другом. Цитата. После недельного пребывания в шталаге я решил, что мою жизненную установку, лишь бы дожить до освобождения, чтобы умереть у своих, можно и нужно менять. Вполне реально было поставить теперь перед собой цель посложнее – выйти из состояния доходяги и перейти в состояние работоспособного, а может быть даже и боеспособного человека. Сколько же всего было шталагов и оффлагов? В разных источниках нашлись разные цифры. В польском приложении к журналу читаем 52 оффлага и больше 80 шталагов, то есть больше 132 лагерей. Если открыть статью о шталагах в немецкой Википедии, то тут их значительно больше, а именно 222, включая лагеря для офицеров – оффлаги, включая отдельные лагеря для летчиков, отдельные лагеря для моряков. И насколько я понимаю, сюда же входят шталаги и оффлаги для штрафников, пытавшихся бежать, распространявших запрещенные новости из фронтов, участвовавших в заговорах. Были и такие лагеря. Но большинство шталагов были еще и центральными административными органами для других второстепенных лагерей поменьше. В шталагах содержали резерв заключенных для рабочих команд подчиненных лагерей, подлечивали заболевших, решали вопрос более кардинально для неизлечимых. Умерших, погибших в шталаге 1А хоронили еще дальше от Калининграда вот здесь. И здесь же сегодня находится мемориал. До современной польской границы тут вообще чуть больше километра. Были и другие кладбища, ведь рабочие команды лагеря находились в десятках других мест и в Калининграде, и в области, и в населенных пунктах на территории нынешней Польши. По документам, в шталаге 1А умерло несколько десятков тысяч советских военнопленных. Еще хотел вам показать жетон военнопленного, который был у каждого заключенного. Был он и у Юрия Апеля, правда из другого лагеря, но жетоны для шталагов делались по такому же принципу. В дулаге 319 фамилий у узников не было. Их заменяли номера, которые, в отличие от некоторых других лагерей, не татуировались на руке, а были выбиты на металлических пластинках размером 5,5 на 4 сантиметра. Пластинки посередине имели просечки, что позволяло легко переломить их напополам. На обеих сторонах моей пластинки были выбиты мой номер 8179, заменявший мне имя и фамилию, дулаг 319, номер или название лагеря, выдававшего пластинку, и буква Р, означавшая, что я русский. Когда узник умирал, похоронная команда лагеря ломала пластинку пополам, одна половинка вместе с веревочкой и трупом ехала в карьер, а вторая сдавалась в управление лагерем. Железный немецкий порядок во всем. Нашел в интернете продажу жетона конкретно из лагеря Шталаг-1А. Как мы уже говорили, если жетон целый, значит узник выжил. У Юрия Апеля остался жетон дулага, потому что часто при переводе из одного лагеря в другой жетон и номер заключенного не меняли. Книга. Книгу я проглотил за три дня. По сути, книга – это воспоминания, записанные краткими эпизодами, где без романтизма и героизации человек рассказывает все, что видел, слышал, что понял о войне, о своем плене и об освобождении. О всех ужасах и несправедливости, о том, что человек должен оставаться человеком. И, конечно же, о жизни, о ее цене и о том, насколько на самом деле она бесценна. Книга максимально привязана к датам, географическим названиям, к именам и характерам реальных людей. Показывает, как говорили, как жили, о чем думали и даже что напевали. Рекомендую книгу всем в пределах возрастного рейтинга. На электронную версию книги оставлю ссылку в описании. Там же будут и другие ссылки на ресурсы, которые помогали мне в систематизации информации. В этом году было 80 лет начала Великой Отечественной войны. Но сколько бы лет ни прошло, мы должны помнить все, что тогда происходило. Спасибо Юрию Апелю за книгу, за то, что выжил, за то, что рассказал. И спасибо всем, кто победил в той войне. Мирного вам неба. Это был Аверс Клуб. До скорого. Продолжение следует...